Нино-Оба, так День равноапостольной Нины называют грузины. Этот праздник они отмечают особенно, ведь в самой Грузии святую почитают как просветительницу и небесную покровительницу страны. Сочинскому же храму, который носит имя Нины, уже более 10 лет. Поздравить настоятеля и прихожан с престольным праздником по традиции приезжают священники и верующие со всего Большого Сочи. Святая равноапостольная Нина, моли Бога у нас! Вообще православная церковь поминает святую Нину дважды в год. 1 июня в день ее пришествия в Грузию и 27 января в день ее кончины. В Иверию, так раньше называли Грузию, она изначально собралась, чтобы увидеть хитун Господа. А узнав, что страна это еще не приняла христианство, стала там проповедовать и обращать народ в христианскую веру. Странствовала она с крестом из виноградной лозы, обвитым ее же волосами. И это чудо Божье, что этот крест, он сохранился, он не утерян, он находится в Сионском кафедральном соборе города Тбилиси. И на день святой равноапостольной Нины его выносят, и есть возможность у людей к нему прикладываться. И сам я бывал там, прикладывался. Это как бы очень, скажу вам так, соприкосновение со святыней одно дело, с историей глубочайшей. И по сути дела, вот этот крест из виноградной лозы для всего народа Иверского стал очень таким символом христианским. На Нину-оба в этом храме всегда много нин. Отмечать день своего ангела на пластунке для многих из них стало доброй традицией. Святая Нина, она, конечно же, небесная покровительница, которая подает силы, которыми наполняешься на целый год этой благодатью, и которую из этого храма выносишь, и несешь ее потом целый год, снова до следующего года. В храме святой Нины много традиций, одна из которых – совместная трапеза в честь очередного престольного праздника. Многие верующие в дни православных праздников заглядывают и в народный календарь, судя по которому мороз и снег в день святой Нины – предвестники скорого потепления.